Всем привет, дамы и господа! С вами Рафа и сегодня будет обзор на Elf Bar Lite 350. Также в обзоре у нас будут уже заправленные картриджи в количестве трех штук. Давайте начнем! Привет, Vapor! Только оригинальное железо и комплектующие к ним ты можешь найти в магазине SQS. У нас более 400 моделей устройств на любой вкус. Быстрая доставка, заводская гарантия и лучшие цены. Магазины SQS это оригинальные товары брендов Wupu, Smoant, Elf Bar, Smog, Vaporeso и многих других. Теперь мы есть и на Озон! Заказывай по ссылке в описании и пари в удовольствие! Так что, давайте распакуем с вами Elf Bar Lite 350. Посмотрим по коробке. Она у нас в такой запаянной пленке. С обратной стороны у нас перечень комплектации, характеристики, QR-код для проверки подлинности. Окей, давайте откроем, посмотрим, что у нас здесь имеется. Всё, в коробке ничего нет. Здесь у нас идёт юзер-мануал, инструкция, ну и такая вот картонка. Информация о магазине, информация о клиенте. Это, по сути, гарантийный талон. Так, по самому комплекту Elf Bar. Это у нас сама база и кабель зарядки Type-C на USB. В принципе, визуально так вот смотрю. Разницы я особо не заметил. Это у нас Elf Bar RF 350. Это у нас Lite. Одинаковые в аккумуляторе 350 мАч. В принципе, вот по тяжести, по габаритам они идентичны. Всё, давайте посмотрим по самим картриджам. Они уже завода предзаправлены, и их нельзя будет обслужить. То есть, нельзя будет доливать жижку, менять. То есть, вот если у вас, например, как у нас вкус лимонад, голубика, малина, так вы три раза и будете парить. Ничего не сможете там залить, перезалить. По вкусовой палитре это малиновый лимонад, черника, освежающая мята, виноград, манго, розовый лимонад, клубника и банан, ледяная клубника, клубничное мороженое, табак, арбуз, ледяной банан, ледяной персик, киви, маракуйя, куава. Вот у нас так по вкусам, по самой расцветке базы цвета бывают white, black, yellow, orange, red, dark green, green и blue. В принципе, разница между Elfbar Lite 350 и RF 350 заключается в самих картриджах. Сейчас мы как раз таки распакуем, посмотрим. Здесь у нас такая упаковка, она тоже запаяна, и внутри нас встречает такой вот блистер, он тоже с всех сторон запаян, сейчас вскроем и посмотрим. Так, давайте открываем. Честно, это довольно-таки тяжело, приходится прикладывать силу, главное ничего не сломать. Все, достали. Так, сверху у нас идет заглушечка, чтобы жижка не протекла. И, соответственно, снизу такой вот клопачок, убираем его. Так выглядит картридж, нужно нажать снизу, чтобы пружинка сжалась. Все, до щелчка. Производитель называет это Fresh System. Смотрите, пошли у нас пузырьки. Для чего это сделано, так и непонятно. Так, давайте сравним два картриджа от RF 350 и Lite. Как вы видите, новый картридж стал длиннее. Увелетился объем, и он составляет сейчас 2 мл. Как вы видите, сбоку нет никаких зеленых горловин. Но хочу заранее сказать, что вы можете взять Lite, взять картридж от RF, так вот сделать и спокойно парить. То же самое с новым картриджем. Ставим до щелчка и парим. По крепости жижки бывает 20 и 50 мг никотина. Также забыл сказать, что новый испаритель теперь оснащен коллектором, который предотвращает впрыск жижки в момент затяга. Ну, не помню, что на 350 был такой момент, когда горячая жижка впрыскала в рот. Ну, появился, появился, круто, должен, наверное, работать, окей. Ну что, давайте попробуем Elfbar Lite. Как он вообще на вкус. Отличная вкуса передачи, как и в случае с RF 350. Не нужно нажимать ни на какую кнопку. То есть здесь у нас идет датчик затяжки. Тяга, в принципе, легкая, то есть не приходится полной грудью вдыхать в себя. Также, как и в случае с Elfbar RF 350, концепция перезаряжаемых сигарет мне очень нравится. Единственный минус данной модели заключается непосредственно в самом картридже, который нельзя перезаливать. Также меня не устраивает ограниченная вкусовая палитра, которую представляет Elfbar, потому что лично мне нравятся там Coca-Cola, энергетики, хвою я люблю покурить. А здесь зачастую какие-то фрукты и лимонад. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был я, Рафа. Всем удачи, всем пока!